Ведущими центрами, вокруг которых сформировались эти необычные состязания умников и умниц, стали университеты Оксфорда и Кембриджа. Умение убедительно говорить на публике остается залогом успеха и удачной карьеры в 21 веке. Безусловно, каждый встречается в своей жизни с ситуацией, когда он должен выступать перед публикой, будь это собеседование при приеме на работу или поступление в университет, речь политика или именинника, выступление перед большой публикой или с деловым партнером, в каждом случае искусство публичного выступления или риторика придут на помощь. Если вы хотите связать свою судьбу с каким-то видом публичных выступлений, если вам нужно писать речи, если вы где-то собираетесь разговаривать, если где-то вам пригодится аргументация, например, адвокат, журналист, это всегда пригодится у нас. В наших рядах есть несколько уже действующих журналистов, несколько людей даже работают на телевидении. Плюс это очень хороший спорт, то есть очень хороший интеллектуальный спорт, как, например, что, где, когда. В каждом туре участвуют две команды, одна проправительственная, а другая оппозиционная. Темы, естественно, выбираются таким образом, чтобы и у команды правительства, и у оппозиции было место для маневра. Неоднозначность темы дает шансы обеим командам и побеждает тот, кто сумеет четче выстроить логику своего выступления, быть убедительным и покажет лучшую риторику. Судят игры обычно опытные игроки, участники мировых и континентальных турниров. Конечно, хочется надеяться на то, что наступит день, когда его выиграют, и наши местные эстонские участники. Есть объективные причины, почему сейчас российское дебатерское сообщество играет немного лучше нас, но общий уровень эстонских дебатов в том числе повышается, и русскоязычных дебатов в Эстонии тоже. Объективные причины заключаются в том, что проводятся еженедельные заседания, когда ребята тренируются, когда ребята повышают свои навыки, плюс они устраивают всевозможные тренинги, которые тоже способствуют росту уровня их мастерства. Темы, которые игрались на открытом Таллиннском кубке, были самыми разными. Любое задание начинается с двух слов «это правительство», а дальше обсуждается одна из идей воображаемого кабинета министров. Среди тем для дебатов были «это правительство начнет сухопутную операцию против исламского государства», «это правительство начнет бесплатно раздавать лекарства для эвтаназии», или «это правительство обяжет волонтеров сотрудничать с религиозными организациями». Причем узнавали свои темы участники дискуссии ровно за 15 минут до выхода на поединок. Оказалось, что более всех преуспели в поисках аргументов за и против победители турнира команды из Санкт-Петербурга. Ее же участник Асим Мамедов стал лучшим спикером турнира. Но и уровень эстонских команд отмечен как весьма достойный.